Книги памяти. Мы уже выступали здесь в рамках проведения уроков мужества ко дню Защитника Отечества и ко дню ветеранов боевых действий. Эта книга получила у нас очень хорошую оценку. В Эжве выступили два дня подряд, выступали и от администрации района Эжинской. Мы очень хорошую оценку получили. У меня такое предложение, это в качестве технического вопроса, направить проект этой книги по районам. У меня подготовлены письма в города, в районы, где перечисляются уроженцы этих районов, жители этих районов, городов. Мы запрашиваем информацию, разрешение на публикацию, если есть родственники. Кроме этого, если есть мемориальная табличка на учебном заведении, где обучались наши боевые товарищи, пусть сфотографируют боевую табличку, пусть сфотографируют, я указал, где похоронены. Если на месте захоронения, чтобы нам тоже дали информацию, в каком состоянии. Это в рамках чужих могил не бывает. Тоже сделано. Ну и, соответственно, конечно, если окажут нам благотворительную помощь, я думаю, что лишним не будет. Потому что написано, что в этой книге планируется выпуск 500 экземпляров, которая пойдет в дар родственникам погибших ближайшим. Также будет в музейное учреждение безвозмездно передано. И во все учебные заведения. Потому что эта книга действительно получила хорошие отзывы. Единственный экземпляр, который аккумулирует в себе всю информацию по ветеранам боевых действий на Северном Кавказе, которые, к сожалению, погибли при исполнении служебных обязанностей. Есть предложение поставить на Координационный совет по делам ветеранов этот вопрос. Об издании книги и с финансированием. Правильно, правильно. Глава будет финансировать. Книгу памяти Афганистана мы же публиковали. Соответственно, эту тоже надо публиковать. Но тоже тогда собирали спонсорские средства. А сейчас главы деньги есть? Нет, ну надо поставить вопрос, а потом уже решать по мере ответа. Ленина Александровна, можно еще? Я считаю, что вот ту акцию, которую вы затеяли, то от чужих могил не бывает, она очень большой положительный эффект сыграла. Я думаю, ее надо продолжить в этом году, к 9 мая, как бы, опять же, так же объехать, где какие-то возьмет районы. И как бы положительно все сыграло. Продолжаем, продолжаем. Опять мы пишем грант. Кстати, для сведения всех уже объявлено. Минэкономики на 30 миллионов объявили уже по проектной деятельности. Я раскидал уже, да, отделением своим. Если что, мы тоже пишем грант и будем продолжать. Вася, тебе тоже в кино. Что за погибло, да? По поводу книги и выступления Василия Петровича в Эжинских библиотеках. Я был на заседании в администрации Эжинского района. Высоко оценили работу Василия Петровича, Тимыча тоже. И эта книга была выложена. И самое интересное, что интересуются не только у вас учебные занятия. Библиотеки интересуются, чтобы это было у них в фонде. Обязательно. Это история, которую нам... Конечно, надо всем. Пять тысяч экземпляров было. Дайте мне договорить. В ходе работы над книгой у нас было первоначально 68 просто фамилий. Но так как мы собрали более полную информацию, я стал созваниваться с родственниками, с матерями. И в интернете стал искать по месту службы. Обращался тоже через интернет. То есть мы нашли еще 15 человек. И в том числе один товарищ у нас был без вести пропавший. Мы нашли информацию, что он был опознан, спустя несколько лет. И хоронен. Вроде бы как бы такая небольшая работа, никуда особо не ездил, а людей... Ничего, это небольшая работа. Это очень большая работа. У меня еще одно предложение. Мне нужно создать редколлегию. Мне нужен редактор. Я прошу от каждого ветеранского образования... Вот у меня главный редактор Канев Андрей Валерьевич. Опыт работы большой. Опыт работы большой, да. В этом плане. По всех, как говорится, кто будет принимать участие в издании этой книги, мы всех обязательно поощрим. Морально, материально. А есть еще предназначение, кого включить конкретно? Можно включить... У нас есть комиссар, он такой, он уже замминистра печати. И как раз у него есть хорошее понятие и опыт, как раз участие в таких мероприятиях. Еще у нас как-то делается. ДОСАФ, комиссар, Павел Анатольевич.